28 населенных пунктов на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории остаются подтопленными после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщила Государственная служба под чрезвычайным ситуацием Украины. Помощь для борьбы с последствиями затопления Киеву предложили 16 стран Евросоюза. Несмотря на то, что российские военные, контролирующие Запорожскую атомную электростанцию, не разрешают украинскому персоналу перевести энергоблок номер 5 в состояние холодной остановки, уровень воды в бассейне охладители остается прежним – почти 17 метров. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 10 часов утра 14 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя продолжает снижаться, в пруду охладителей Запорожской АЭС без изменений – 16 метров 67 сантиметров. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции. Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции. В Генштабе вооруженных сил Украины говорят об успехах на некоторых направлениях. В направлении Бердянска бои продолжаются в районах восточной Макаровки, а также севернее Новоданиловки и Новопокровска. За последние трое суток силы обороны Украины продвинулись на некоторых определённых направлениях от 200 до 1400 метров. Противник несёт огромные потери в живой силе и технике. Британская разведка сообщила об активизации тактической авиации Российской Федерации на фоне контрнаступления Украины. В последние две недели участились вылеты российской тактической боевой авиации, особенно в южной части Украины. Почти наверняка это было сделано в ответ на сообщение об активизации наступательных операций Украины. В Донецкой областной военной администрации заявили, что в Волновахском районе, где идут активные боевые действия, наблюдается положительная тенденция наступательных действий. В областной военной администрации добавили, что в освобождённых сёлах проходят стабилизационные мероприятия. Сёла Благодатное, Сторожевое, Нескучное и Макаровка, они являются сейчас деоккупированными, и там проходит зачистка остатков вооружённых сил Российской Федерации. Потом будет произведено разминирование основных дорог, и потом уже будут производиться стабилизационные мероприятия. В свою очередь руководитель Луганской областной военной администрации сообщил, что российские оккупационные власти приказали подготовить в области дополнительные места для оказания медицинской помощи российским военным. Относительно потери армии РФ, на оккупированной части Луганской области готовят дополнительные тысячи койко-мест для раненых, также разворачивают полевые госпитали. Также медучреждениям приказано максимально высвободить коечный фонд, выписать всех раненых россиян лёгкой и средней тяжести. Хирургические вмешательства гражданским свести к минимуму. В Госдуме России в первом чтении принят законопроект, позволяющий гражданам судимостью заключать контракты о прохождении военной службы в вооружённых силах Российской Федерации в период мобилизации в военное время. В свою очередь глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вновь заявил, что его подчинённые не будут заключать договор с Минобороны России. В Ростовской области ликвидирован пожар на Новочеркасской ГРЭС. По словам официальных лиц, причиной возгорания стал выброс газово-воздушной смеси и внешнее воздействие исключено. Россия обвинила Украину в обстреле нескольких приграничных районов в Белгородской и Курской областях, в результате которых были разрушены жилые и административные здания, а также пострадали несколько человек. В свою очередь в ночь на 14 июня 2023 года российские военные нанесли ракетный удар по ряду областей Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами. Силами ПВО Украины были уничтожены три крылатые ракеты «Калибр» и 9 БПЛА «Шахид». Число раненых и погибших мирных жителей устанавливается. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в российских ракетах «Калибр» по меньшей мере 40 комплектующих, которые производят в других странах, и призвал усилить санкции против тех, кто помогает России получить иностранные компоненты. Александр Яневский, Голос Америки.